всем привет 19 часов 30 минут и я решила полить кактусы все по закрывалась сейчас уже более-менее солнце сюда не падает так чтобы сильно хорошо я решила полить их и также заодно полить литопсы друзья мои литопсы вот посмотрите вот этот литопс литопс вы видите какие у него морщинки на теле сейчас я может быть другой ракурс вот вы видите он очень хочет пить и так как летом литопсы растут им надо все же давать пить поэтому посмотрите вот здесь вот литопс хелмуте у него какие морщины на теле вот сейчас видно вам нет морщинки конечно же он хочет пить вот другие литопсы но эти вот два таких самых высоких у меня я их и приобрела они были не были маленькими посмотрите как другие литопсы просто спрятались уже в землю они так хотят пить посмотрите вот эти тело просто сбилась землю вот этот вот уже так хочет пить бедный прям засушенный такой сухарик а вот эти вот видите прям все уже покрылись камушками чуть ли не ужасно да вот эти вот хотят пить спрятались вообще вот они в теплице я вижу что все таки я их правильно выращиваю вот они после полива выскочат как столбики будут эти вот тоже если взять посмотреть хорошо тело если немножечко подкопать тело морщинистые кого-то вот не покажу так не получится вот так что всем им надо полив я навела водичку с удобрением хотя литопсы если вы содержите с добавлением земли то можно если вы пересаживаете там допустим 1 2 3 года то можно и не удобрять а так как у меня совсем другой субстрат раньше я добавляла землю из кротовых куч а потом перестала и стала вот сажать вот в такой кактусный субстрат это моя лапидария маргарита и у него видите тоже листики стали сморщенные вот эти вот плея спилосы они хорошо пережили зимовку и вот пошли в рост новые листочки хорошие прелесть здесь у меня тоже есть и маленькие литопсики которым очень хочется попить очень они малыши им конечно надо вот поэтому я приняла решение как я поливаю я сейчас вам расскажу я набираю в ведра воды в тазик если еще вот тут вот если не хватает то доливаю потом добавляю значит я сюда в воду витамины сколько там на сколько литров надо кактусные вот и добавляю также сейчас в этот раз добавила конфидор от всяких жучков червячков потом набираю значит леечку вот в этом у меня есть маленькая лейка для литопсов специально такая малышка друзья когда вы поливаете литопсы вы пожалуйста смотрите чтобы вода не оставалась на лице давайте я вот тут вот наверное вот этот он хотя и большой но он очень хочет посмотрите как поднимается если вам видно от литопса от земли такая вот как дымка вытирайте пожалуйста после полива когда польете лицо у них чтобы не оставались капли я беру или бумажку промакиваю или какой-то просто кухонным каким-то полотенечком чтобы на лице не было и вот так вот поливаю буквально немного как вы видите литопс он себе вберет сколько ему надо все остальное выльется из отверстий внизу буквально чуть-чуть это получается 1 2 столовых ложки вот так вот я поливаю литопсы сначала поливаю потом промакиваю кактусы же я поливаю более другими побольше леечками тоже набираю возьмем вот лифтенбергия даже сверху сверху почему потому что я добавила конфидор конфидор убьет всех жучков ненужных мучнистый червец вот клещ который расположился возможно на ваших кактусе как вы прольете и вам не надо будет брызгать а только придется еще раз побрызгать через неделю здесь конфидор у меня я не знаю чем вы там протравливаете от всех животных которые едят ваши кактусики в теплице содержание им конечно надо побольше полива потому что здесь создается в теплице такой парниковый эффект и быстрее просыхает субстрат у меня практически здесь нет земли у меня земля только в эхинопсисах трихоцериусах там еще где в моих столбовидных кактусах вот так вот ну что ж друзья я не буду полностью все показывать потому что это видео затянется это все бесполезно покажу вам напоследок вот такой вот шикарный эхиноцериус он у меня уже цветет пять дней закрывается раскрывается утром вообще бесподобный до сегодня также шикарно свели вот эти кактусы в общем все прекрасно закончим вот этой лоббивии я желаю вам всего хорошего благодарю за то что вы приходите ко мне на канал до свидания